Всем-всем огромный привет! Я надеюсь, у вас все хорошо и новогоднее настроение у вас уже появилось, потому что сегодня я предлагаю посмотреть вам видео, в котором мы накроем новогодний стол за 350 рублей. Представляете? 350 рублей это прямо полноценный стол на троих человек как минимум. Поэтому всех приглашаю к просмотру и всем приятного просмотра, ребят! Короче, лента волшебных моментов. Акция сегодня 79 рублей, 99 колеек, короче, 80 рублей. Вот такие вот красивые помидорки. Нам нужен не один, нет? Ну, наверное, парочку. Сейчас возьмем. Так. Артур? Оператор? Ага. Вот, наверное, какие-то три. 22 рубля. Так. Картошечки нам нужно так-то особо немного. Выбираем. Рублей на 15. А почему она? Покажи. 20 рублей. Какая-то она оголимая есть, честно. Ну, так. Штучек 5, наверное. Да? Да, Артур? А я откуда знаю. Ты готовить будешь. Ну, ты кушать будешь еще лицо? Это твое личное извращенство. Я тебя больше никогда оператором не возьму. Так, ладно, все. Проверни. Ну, вот. Так. Вот столько, да? Пойдемте взвесим. Да, чей? Да. На 12 рублей. Да, стой ты. Алло. Куда? Сюда. Куда. Так, перец красный по 149 рублей. Ну, берем один, но красивый какой-нибудь. Если мы что-то вообще сможем отсюда выбрать. О, кстати, вообще, да? Шикардос. Нормальный. Так, идем взвешивать. На 22 рубля. Отлично. Так, цена вот такая вот у нас. Ну, человек вот такой возьмем. Красивенький. Ну, он такой нормальный, в принципе. Ну, вот. Нам бы побольше. Пойдем все взвесим. Здесь. Нет? Угу. 209 у нас. На 3 рубля 84 копеек. Так, короче, курочка в ленте самая дешевая. 130 рублей за килограмм. И берем на... Где она у нас? Кило 367. Так, апельсинчики по 60 рублей. Возьмем вот такой вот самый маленький. Да, если такие средненькие. Вот мы маленький сам возьмем. Нам еще бы поменьше, на самом деле. Ну-ка. Кто поменьше? Нет, ладно, берем этот. А ну-ка. О, вот этот получше. Возьмем этот. Пойдем. Так. И апельсинчик у нас 36, да? Не помню. Угу. На 13 рублей я выдержала. Чистой воды. 13 рублей. Офигеть. А ты можешь, что еще раз не вверх ногами? А, не могу. Пошла. Возьмем компотную смесью рублей. Не знаю, на 5-10. Этого, ну-ка, у нас его достаточно хватит вообще. Такой компот супер. Пойдем здесь. Пойдем в Украине. На. Ладно. Дороговато. Может, колы лучше купить, а? Как ты думаешь? Не, ну это нормально, не? Напиток. 365 дней. Кока-кола. Вот это хрень. Негазированная абсолютно. 22 рубля. 23. Компота на 3 литра на 17 рублей. Вот так вот, ребята. Надо правильно рассчитывать бюджет. Так. И возьму вот эту вот. За 7-19. Направо для мяса и фарши. Пойдет нам во все блюда. Классная штука. Так, и еще возьму вот такую томатную пасту от ленты. Она стоит 13 рублей вроде. В чеке еще посмотрим. Так, девчонки и мальчишки. В общем, сходили бы в ленту. И прикупились, значит, нам 289 рублей. Сейчас, секунду. Ага. Чек я сфотографирую отдельно и выложу у себя в инстаграме. Так что, кому интересно, можете посмотреть. Значит, купили мы приправу для фарша, томатную пасту. Ну, для мяса, фарша. Потому что это подойдет к нашей курице, которую мы купили. Насколько она у нас вышла? На кило 367. Так, значит, апельсинчик, болгарский перчик, картошечка, помидоры, томаты. Девочки, мальчики, смотрите, на ветке. Это прямо вообще шик-блеск. Не надо рожать там за кадром. Потом, значит, лочок один и компотную смесь. Потому что, а что бы нет, с такой смеси, вот с такого количества, можно наварить 3 литра компота. Вообще, как нифиг делать. Так что, смотрим, заходим в мой инстаграм, смотрим, насколько все это дело вышло. И это покупки только в ленте. Еще будет одна небольшая закупочка в магазине Светофор. Чуть позже я вам ее покажу. Так, и сейчас мы находимся в магазине Светофор. И вот мы берем плавленый сырный продукт Сиртаки. Фета Грик. Вот такой вот настоящий фета Грик натуральный. И стоит всего 45 рублей. Я бы ее, наверное, штук 10 взяла бы, на самом деле. Но нам нужна сегодня только одна. Так, начинаем готовить, значит, мой компот сначала. Вот это я промыла всю смесь. Закладываю ее. Здесь вот водички литра, наверное, не знаю, 2,5. Но она еще выпарится, он будет концентрирован. И его будет меньше. И добавляю сахар. Примерно 3 столовые ложки. Вот такое количество. Так, так. Первая маленькая была. Чуть-чуть. Все. Все, ставим вариться. Где-то час я буду, через полчаса посмотрю. И потом поставлю, наверное, еще на полчасика. Чтобы он к вечеру у нас уже остыл. И был вкусненький и настоянный хорошо. Так, ну, в общем, вот. 30 минут прошло у нас. Сейчас вот так уже сухофрукты развариваются. Но еще они твердоватые, конечно. И еще не такой насыщенный компотик. Ну, по цвету здесь не видно, но потом в стакане я покажу. И мы, значит, тогда просто еще раз на 30 минут ставим. И опять закроем. Все, ждем последние 30 минуточек. Так, ну, у меня еще вот тут лежали апельсинчики. Парочка кусочков была. Они вчера я их почистила. Я никто не съел. Поэтому они чуть-чуть подсохли сверху кожурка. Я думаю, страшного ничего не будет, если я их сюда добавлю. И, в принципе, я так как-то раз добавляла корицу. Очень даже неплохо. Поэтому все. Пусть вот эти последние 20 минут провариваются. Будем выключать. В общем, сейчас начинаем готовить. Мне, по сути, нужно только филе от всей этой курочки. Так что сейчас все сниму с ножек, с грудки, мяска. И разделю на несколько блюд. Так что приступаем. Ну что ж, вот что у меня получилось. Это остался остов от курочки. Полностью я всю шкуру с него сняла. Если что, потом можно будет сварить супчик. Даже супчик на утро после Нового года. Как вариант. Так. Значит, здесь филешки. Я их уже поперчила. Добавила вот эту приправу. И сейчас посолила, поперчила. Немного масла добавлю, чтобы специи лучше открылись. Так. Далее. Вот это у нас получается с бедер филе без кости. Это филе с голеней без кости. И крылышки. На самом деле, можно вот так не заморачиваться, отделяя филе. Потому что можно, в принципе, оно нам на салат нужно будет пожарить так. И снять просто уже с жареного филе. Но я решила, что так будет интереснее и быстрее прожариться. Потому что оно тоненькое. Его можно будет также немного отбить. Так. На самом деле, я еще пока даже не знаю, что я из этих крылышек сделаю. Потому что у меня такого блюда в меню не было. Так что, подумаю, может быть, просто можно будет крылышки сделать. Сейчас еще посмотрим. Вот такая вот курочка. Ну вот, помыли мы, значит, почистили картошечку. И сейчас будем ее нарезать. Такими, как бы, апельсиновыми дольками. Где-то, наверное, по три раза. Вот так. Все то же самое проделываем со всей оставшейся картошечкой. Итак, ребята, давайте мы с вами немножечко будем читерить. Так скажем, добавим немножечко в наш бюджет муки. Буквально 100 грамм. Так. Работой. Делаем тарировку. Видно там? Возьмем 100 грамм муки. Потому что я думаю, что мука наверняка есть у всех дома. У них 120. Ну, 120. Будет 120. И возьмем также пачечку дрожжей. Лично эти дрожжи я покупала вчера за 6 рублей в ленте по акции. Ну, нам пачка не нужна. Таких дрожжей тут, кстати, сколько. Есть у меня вроде как уже начатые дрожжи. Так. Да, мы вот давайте вот эти возьмем. Это обычные, самые простые, которые есть везде. Так. А по граммам у них... Так. Ну, они одинаковые, да. По 11 грамм. Так. Ладно. Теперь добавим их не в муку, а добавим их в теплую воду, разведенную с сахаром. Немножечко, совсем 20 грамм воды, миллилитров. И все, нам этого будет достаточно. Значит, и в муку добавляем щепотку сахара, щепотку соли, на которой сейчас стоит планшет, который снимает все это. Так. И буквально пол чайной ложки масла. Может быть, чайной. Итак. Момент. Так. Где-то. Чуть-чуть. Щепотку соли. Так. Теперь заведем дрожжи, поставим их опариваться на опару. Так это. И когда они поднимутся, вливаем сюда немножко воды и замешиваем тесто, обычное дрожжевое тесто, на пиццу. Вот так замешали дрожжи с сахарком в теплой водичке. И сейчас будем ждать, пока они поднимутся. Вот так, значит, поднялись у нас дрожжи. Такую шапку. И все, добавляем их в муку и замешиваем тесто. Ну, в общем, вот такую колобашечку маленькую замесили. Масленьцем я смазала тарелочку. Положила. И сейчас накрываем полотенцем, убираем в теплое место. Я ставлю просто к батарее. Я думаю, через полчаса, минут 40, она уже поднимется прямо шикарно. Будем раскатывать и делать пиццу. Так, ребят. Возьмем, значит, еще пекинскую капусту. Смотрите, покупала ее в Ашане за 29 рублей 37 копеек. Это тут почти 2 килограмма. Она идет у нас по 15 рублей за килограмм. Так вот, я думаю, мы возьмем листочка 4-5 на наш салатик. И, ну, сколько, на сколько это выйдет? Давайте, в принципе, наш весь праздничный стол округлим до 350 рублей вместе с мукой, с листом салата, с солью, с перцем, там, по щепотке, да, всего это. И, там, 2 столовые ложки масла, да. Вот. Все это вместе округлим. Я думаю, 350 рублей. Думаю, все это, в принципе, есть практически у каждого человека в брюне. Так что вот такие дела. Также для салата нам потребуется, ну, наверное, думаю, вот такое количество. Четвертинка болгарского перца. Апельсин. Тоже, кстати, думаю, что весь он не уйдет у нас. И этот сыр Сиртаки. Очень прикольный. Вот так вот он запечатан. Ну, и при нарезке уже покажу, насколько он классно держит форму. Очень мне нравится. В принципе, нарисовано уже все. Ну, в общем, ждем. Дальше продолжение. Значит, болгарский перчик порежем в салат. Я думаю, эту шляпку от чекрыжевым. Думаю, вот столько. И вот столько. Этого нам будет достаточно, потому что ингредиентов еще и курочка, и салата, и апельсинчик, и сыр. Этого будет достаточно для пикантности. Так, дальше, значит, апельсинчик порежем. Остальное перчик у нас пойдет на основное блюдо и в нашу пиццу. Я думаю, даже мы сделаем прямо сразу нарезочку. Вот столько пусть пойдет у нас на пиццу. И на основное блюдо и это, и это. Более чем достаточно будет. Ну что ж, подошло наше тесто. Вот такое оно мягкое. Сейчас мы его обомнем. Хорошо так поднялось. Раскатаем в небольшой кружочек. И будем делать уже пиццу непосредственно, начиночку всю. Итак, выпекать я буду нашу пиццу на вот такой форме. Ну, значит, она такая немножечко упокотанная из фикс прайса. Ну вот, как-то из нее не отмываются, не удаляются эти штучки после использования. Но я хочу сегодня попробовать не просто на маслицем смазанной форме выпекать, а вот с таким вот ковриком. Коврик силиконовый для выпечки. Тоже купили в фикс прайсе вчера. Сейчас я его сполосну. Так, посмотрим, что он тут из себя представляет. Давайте. Втряхайся! Не хочет. Так, вот такой вот он квадратный, точнее прямоугольный. Я даже не знаю, может быть... Да, я, наверное, положу на прямоугольный лист его лучше. Раскатаем сейчас все по диаметру. И посмотрим, насколько хорошо он себя ведет в выпечке. Итак, значит, приступаем. Вот он у нас, кружочек, шаричек. Ну и, я думаю, раскатаем на самую максимальную величину. И посмотрим, что у нас из этого получится. Хорошо раскатывается. Хороший коврик. Так, ну, раскатала я даже побольше, чем весит максимальный диаметр. Сейчас небольшие бортики так пальцами сформируем. И, не знаю, первый раз я пользуюсь такой штукой для выпечки. И посмотрим, как она вообще себя будет вести. Ну, что-то, если честно, страшновато так-то. Ничего в ней не случится. Написано, что нет. Написано, что 230, по-моему, градусов максимально. Или 240. Так, ну все. Пусть она немножечко здесь сейчас расстоится, пицца наша. Вот. Так. Интересно, смазывать ее маслом перед использованием нужно или нет? Ладно, на страх и риск на свой отправляем просто так. Сейчас немного опять тесто подойдет. Смажем томатной пастой и будем укладывать личинку. Итак, значит, для пиццы возьмем четвертинку болгарского перца. Я думаю, самый небольшой помидор нам на такую малышку хватит. Это мы убираем на нашу закусочку. Так, и по мясу. Оно вот здесь. Так. Я думаю, что мы с вами возьмем вот такую часть одну на пиццу. И от бедра, наверное. Ну, хотя нет, нет, нет. Я передумала, девчонки и мальчишки. Вот. С двух голеней возьмем просто. И это мы сейчас даже не знаем. Наверное, можно немножко поджарить. Да. Мы немного обжарим их, чтобы пицца приготовилась у нас быстро. И равномерно, чтобы мясо у нас не было сырым или подгоревшим. Также в пиццу добавим немножечко сверху уже сыртаки. Но я думаю, это в самом конце уже будет. Потому что пицца у нас получается без майонеза. Хотя можно немного и добавить. Но это, опять же, читерство. Так что, девчонки и мальчишки, сыртаки немного. Вот и все. Кстати, можно этот сыр замешать вместе уже с горячей чуть-чуть обжаренной курочкой. И тогда он немного расслабится. И, я думаю, будет, в принципе, сочнее. Да, мы, наверное, так и сделаем. Так, и возьмем мы еще на пиццу с мясом обжарим сейчас где-то тоже примерно одну... Ну, да пусть будет половинка такой большой луковицы. В принципе, она нам больше никуда не пригодится. Итак, пока у нас курочек обжаривается, значит, сразу достаем с шраком. Открываем. Вот так он выглядит. Ничего такого необычного, но... Но он не выпадает. Так, сразу же возьмем. Ну, сколько нам надо будет напитку, я думаю, столько будет достаточно. Да? Так, момент. И... Простите, что руками. Вот так вот. Вот такой кусочек. Сейчас порежем его мелко кубиком. Но можно и не кубиком. В принципе, вот так. И с горячей курицей сейчас, когда это объединится, он немного подплавится. И так, значит, все. Тесто у нас немножко поднялось. Вот оно мягкое, пушистое. Добавляем мы сюда немного томатной пасты. Ха, пока смешно. Червячками какие-то. Так. И размазываем ее. И сверху... Мася, это не ледяно. Так, и сверху добавляем вот эту нашу смесь. Это курочка жирная с луком и вот с этим сыром. Видите, как он расплавился. И прямо вот такой сырно-майонезный соус получился. Ну и все, пицца готовченко. Укладываем ее в духовочку минут, наверное, на 10. Вот так вот. Так. В картошечку, значит, вот такую нарезанную добавляем нашу универсальную суперприправу. Марина, перестань мне писать, я снимаю видео. Боже мой. Так. Привет тебе, Марина. Привет для... Привет. Привет для мяса и фарша. И немного масла добавим, значит, вот такие вот дела. Если у кого-то есть куркума, можете добавить куркуму, потому что она прям будет прекрасного золотистого цвета картошечка. Так, девчонки, мальчишки, значит, сейчас нарезали вот такими вот пластиночками помидорчик. Точно такими же примерно пластиночками нарезаем такой сыр. И все это выкладываем, перемежая. То есть сыр, помидор, сыр, помидор. Это, как называется, закусочка такая, типа капрезе, вроде бы как. Так, вот, и сверху нужно добавить базилик, но у нас его нет, обойдемся. И так, я думаю, в принципе, соли будет достаточно. А вообще красный, белый и зеленый. Красный томат, белый сыр и зеленый базилик – это символ цвета флага Италии. И считается такой салатик вообще национальным блюдом Италии. Так что, я думаю, будет, в принципе, легко и вкусненько. Да? Итак, вот наш салатный конструктор. Значит, смотрите, наше читерство. Подворовали мы маленечко салатом. А значит, нарвала его просто пекинская капуста обыкновенная. Курочку сейчас она остужается. Порежем. Уже порезали сыр. Порежем сейчас апельсинку. Это здесь половина всего, потому что целый будет дофинища. И болгарский перчик. И также поджарила просто элементарно куриные крылышки. Думаю, просто положить их тоже на честно сворованный листик салата. И просто, чтобы было красивенько. Так что, в принципе, все вот это собираем. И заправлять будем маслом и бальзамическим уксусом. Вот так. Немного присолим. И, в принципе, все. Так, мясо мы порезали уже кусочками. Это куриное филе было. Сейчас режем некрупным, практически мелким кубиком лучок. Более-менее крупным достаточно кубиком болгарский перец. И средним кубиком помидорчик. Закидываем сначала лучок. Следом идет курочка. Потом идет болгарский перец с томатами. Так, значит, курочка наша обжарилась. Немного, но обжарилась. Добавляем к ней перчик. Добавляем к ней томаты. Сейчас я их порежу. Далее тушим еще пару минут. Добавляем томатную пасту. И я думаю, можно добавить немножечко воды. Ну, совсем чуть-чуть, чтобы протушилось все это. Либо просто накрыть крышкой и пусть оно тушится так. После этого можно выключать и выкладывать вместе с картошкой. Как выкладывать, я вам покажу. И, в принципе, блюдо готово. Кстати, вот так выглядит компотик. Вот так вот в нем разварились сухофрукты. Апельсинки плавают. Ну и, в общем-то, сейчас вы уже увидите то, как будет выглядеть наш стол новогодний за 350 рублей. И вот, ребятушки, что у нас осталось от всего этого. Значит, томатная паста, тут примерно половина ее осталось. Приправа практически полная. Вот она вот здесь вот еще заканчивается. Половина апельсина. Одна четверть сыра. И вот эти крылышки, которые, я не знаю, ну, я их поставила уж на стол. Но так можно, конечно, их и в другое блюдо. В тот же, получается, супчик на завтрак. Так, также еще раз остов куриный остался. А я думаю, знаете, из этого тоже можно что-нибудь придумать. Какую-нибудь закусочку. Ну, хотя бы, по крайней мере, с сыром и апельсином это точно возможно придумать. Поэтому, девчонки, мальчишки, 350 рублей и вы в шоколаде. Ну, что ж, ребята, вот такой стол у меня получился. Вот наш компотик замечательный, насыщенный. И из такого количества ягод, я думаю, это более чем достаточно. На вкус он очень сладкий. Такая пицца. Ну, вот есть немного пригаренок. Но это именно из-за того, что здесь просто томатная паста и нет никакого майонеза. Если у вас дома есть майонез, то вперед дерзайте. Я думаю, есть немножечко получше вариант сделать ее. Вот такое основное блюдо у меня получилось. Это блюдо я называю Солнце Калифорнии. Оно правда выглядит, как солнышко. В середине курочка с болгарским перчиком, а по краю картошечка. Она, кстати, очень классно пропеклась. И на вот этой подложке вообще ничему не пристало. Вообще супер. На самом деле рекомендую. Вот такой салатик сделали мы. И салат или закуска капрезы. Также оставшиеся куриные ножки, о, крылышки. Куда их девать? Так что, ребята, девчонки и мальчишки, ну правда. Ну стол за 350 рублей. Шикарный, по моему мнению. Почему бы нет? Так что дерзайте. Всем приятного Нового Года. Всех с наступающим. Всем желаю любви, добра. И всего только самого-самого светлого. Спасибо вам за просмотр. Всех целую. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова